Мы приглашаем вас в наше движение «Родители против наркотиков». Вы вступаете в наше движение? Да. А? Да. Родители против наркотиков? Да, но я просто, по-моему, дитю и на правду. Ну и не смучает вас, что вы еще не родитель? Ну, пока еще нет. Ну, вы в нашем движении «Родители против наркотиков». Все? А, представьтесь, пожалуйста. Еще, еще представьтесь. Ну, я живу тут, в месте Миколаеве. Закончил наш Миколаевский Державный Университет. До того, працюлал в 17-й школе. Зараз пока еще працюю в первой школе имени Олега Ольшевича. А что пока еще? Ну, працюю сейчас. Ну, працюешь в первой школе имени Олега Ольшевича. Все это очень доброе. Очень доброе. Ну, значит, тогда у нас просто традиционный блок традиционных вопросов. Как вы считаете, самое первое мероприятие, которое должно сделать наше общественное движение «Родители против наркотиков»? Ну, может быть, как учитель провести какие-то мероприятия, або ознайомленную лекцию у школы. А что, с мало проводят лекции? Наверное, проводите что-то. Ну, проводят по... Скажите, по безопасности жизни, но в условиях программы школьной. А можно было бы сделать что-то больше, ну, не знаю, поглибненьше. Как это поглибненьше? Куда еще глубже? И так же вроде бы так. Ну, вот расшифруйте мне, пожалуйста, как это поглибненьше. Ну, я думаю, переважно, в школьной программе нам подается список каких-то наркотических речевин, ну, и их злобную дию. Что в вашем понятии? Вот давайте сразу определимся понятия, что наркотик, что не наркотик. Что вы считаете наркотиком? Наркотик – речевина, которая, соответственно, вызывает зависимость у людей. И, соответственно, имеет какие-то негативные факторы. Негативные, да? Да. Ну, какие, ну, какие перечисли эти наркотики? Ну, штучные природные, ну, отчерпываю тоже троху парафин. Парафин? Ну, парафин, да, это сегодняшний, наверное, это локация. ЛСД. ЛСД, и какие наркоты? Кокаин. Кокаин, да. Морфин. Водка – это наркотик? Морфин. Спит наркотик, да. Пиво – наркотик? Так, мужик, как вы, как вы, фотосады. Сигареты – наркотик? Ну, так. Ну, все, вы наш человек. Потому что мне многие объясняют, что пиво – это не наркотик, это вообще блаженство и наслаждайся. Слабоалкогольные напитки – это наркотики? Вы, как биолог, вы, наверное, знаете, с чего их там делают. Ну, слабоалкогольные наркотики, ну, переважно… Нет, нет, слабоалкогольные напитки. Ага, слабоалкогольные… Напои. Напои. Ну, переважно в большинстве случаев их делают из неякосного спирта. Наркотик! Ну, по сути, да, наркотиков. Тури Сергеевич, скажите нам, вот вы, как биолог, я же не биолог, какой из этих наркотиков, вот то, что вы сейчас перечислили, с какого начинают, будем, вот давайте я вот подробный вопрос поставлю, с какого начинают дети, там, 12-13 лет, с героина, с ЛСД или с… Не, ну, другой вопрос задаю. Понятно, что они начинают со слабоалкогольных. Ну, да, скажи, что со слабоалкогольных. Ну, да, скажи, что со слабоалкогольных. Они проходят на пиво, и на бешмецнише. Кто-то делает вообще такую выборку, анализ, статистику, кто-то ведет, какое количество выпивают дети этого напитка. Ну, маленькие будут какие-то организации, которые вести это, спостереживаются. Ну, в школах вам какие-то эти данные дают, какие-то информации вы получаете? Не, я не знаю про таких данных. Вот мне что-то кажется, тот человек, который напишет такой большой, объемный, расширенный материал, ну, это просто докторская диссертация. Вы не хотите стать доктором наук, кстати? Вы не хотите написать на эту тему докторскую диссертацию? Мы вам будем помогать. Ведь сегодня говорят, что в школах все нормально. Сегодня даже не пускают в школу. Я вообще удивлен, как ваш директор пустил вас, и давать интервью, и сам дает интервью, как бы достаточно открытая школа. Ну, первая школа, может быть, потому что она и первая. Другие директора школ вообще ничего не хотят говорить со мной. Вообще полностью закрывают. И кого я не звал, говорят, у нас все хорошо. Вы знаете, сколько у нас зарегистрировано наркоманов, детей в Николаевской области? Ну, я за остальные статистику не знаю. Ну, да, вскидку, как вы думаете? В Николаевской области, во всей области? Ну, плюс-минус. Ну, плюс-минус, ну, можно. Кожный восьмый восьмый. Кожный восьмый. Четыре человека всего. Представляете? Четыре человека всего. Две девочки и два мальчика. И то, они как бы и нарко- и алкозависимость. С остальными все хоккей. Все замечательно. Это мне дали статистику, официальную статистику, которую ведут, как бы... Ой... Анатолий Сергеевич, Вы не пишете кандидатскую диссертацию по биологии? Нет, я пока что только закончил 5-й курс. И... 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 Звание молодшого спец... Молодого специалиста. Ну, думаю, что писать або докторскую, або диссертацию требовало, чтобы еще научиться. Он учил в магистратуре. Мать за своего закрепленный за собой полисно-наукового керемника. Который вам скажет, что у нас в Николаевской области 4 подростка-наркомана. А так отдельно нельзя писать эти диссертации? Нельзя так отдельно писать? Нужно, по-моему, нет. Нет, да? Вот я не могу сейчас сесть так... И настрочить. Вот вы сказали, каждый восьмой ребенок... Сколько у нас детей? Ну, это так на вскидку, понятно, плюс-минус. Это вы еще так пожалели. Потому что мы, когда делаем выборку свою, по-советски, я сижу, и я это говорю любому. Любому чиновнику, там, любому говорю. Сделайте. Не на меня ссылайтесь. Остановите 10 подростков. И просто так, в юморной форме спросите у них, сколько у них в классе пьют и курят. Полкласса. Я такого еще не встречал. Я не встречал, чтобы говорили полкласса. А говорят, не пьет, не курят. Три, четыре, пять. Одна девчонка очень долго думала, так репу, чесала, чесала, сказала семь. Я говорю, это с тобой семь? Она говорит, да, со мной семь. Согналишь, на весь класс? Ну, ладно, Анатолий Сергеевич, значит, пожелай нашему движению чего-нибудь хорошего, доброго, вечного. Доброе, хорошее и вечное. Ну, мы желаем, чтобы наши поклонения, наши идеи, которые в нас посеяли, наши, соответственно, учителя, мы смогли их передать нашим детям и смогли все-таки доступиться до их сердца и розума, дать им понимать то, что мы сейчас понимаем. поэтому мы и, по-друге, поскорее так, коротко, дать зрозуміти, что саме эти не простейшие наркотичные засоби не є найголовнішими в нашому житті. Спасибо. Спасибо.